Продолжаем речь о молитве. У нас серия передачи молитвы. Мы говорили о благовестии и молитве. Кому из вас на той неделе Бог открыл двери для проповеди об Иисусе, пожалуйста, поднимите руку, если это вы. Не стесняйтесь. Дэн рассказал чудесную вещь. Вам когда-нибудь звонил телемаркетер? Я видел однажды Дэну позвонил такой человек, и я подумал, как разумно. Дэн ответил телемаркетеру, нет, мне не нужен ваш товар, но позвольте рассказать об Иисусе. Дэн рассказал ему Евангелие. Человек на том конце провода слушал и соглашался. Они молились. Вот так человек спасся по телефону. Поаплодируйте Господу. Аминь. Чудесно. Смотрите, Бог открывает двери. Поднимите руку те, кому довелось благовествовать на той неделе. Хочу на вас посмотреть. О чем это говорит? Бог действует. Продолжим молиться. На той неделе мы говорили о вере молящегося. Хочешь к Богу прийти? Поверь, что Он есть. Он дает награды тем, награждает тех, кто ищет Его. Бог наградит вас, ответив на молитву. Не знаю, как вы, а хочу я, чтобы Бог отвечал на мои молитвы. Кто хочет молиться эффективно? Сегодня начнем говорить о действенной молитве. Вспомним Самуила. Библия говорит, что всякое слово, исходившее из уст Самуила, не было тщетным. Ему внимал Бог. Творец позаботился и отправил ангелов, чтобы дать ответ. На той неделе я говорил в стране проблемы с безработицей. Не здесь ее нужно решать, а дать небу. У многих ангелов есть новое дело, потому что многие святые молятся. Давайте вернем ангелов, чтобы они совершили это. Чтобы они действовали нам на благо. Самуил был таким человеком. Илья с ним схож, когда он говорил, Бог являл сил. Ненадолго обратимся к истории о нем, потому что порой в жизни мы замираем от восторга. Самуил, Илья. Посмотрим реальности в лицо. Мы мыслим о них как о супергероях. У них была сила. Необычные люди. Бог наделил их особенной силой. Куда нам до гигантов веры. Нам никогда не достичь того, что достигли они. Я вам вот что скажу. Это ложь. Я упоминаю таких героев, как Самуил, Даниил, Еремия, Илья. Понимаете ли вы, что у нас больше силы, чем у них? Бог был с ними, а теперь он в нас. Они сопричастны были ветхому Адаму. Мы же имеем природу нового Адама, который воскрес. У нас есть сила. У нас больше силы, чем у них. Библия говорит об этом в книге Иакова. Посмотрите на этот отрывок. Очень важно принять это знание Цветого Духа. Ведь когда я об этом сказал, многие согласились. А теперь посоветуемся с Библией. Илья был человек, подобный нам. Послушайте, он надевал штаны так же, как и я. Нет, он, конечно, надевал свое восточное одеяние, как вы, скажем, девушке юбку. Такой вот наряд. В остальном, ребята, он был как мы. Знаете что? Он мылся. Да, приходилось и работать с ему. И дрова рубить. Претерпевал то, через что проходят остальные. Но знаете что? Бог сказал, что Илья не был суперменом. Такой же, как мы, человек. Однако, смотрите, что произошло. Когда Илья искренне молился... Это главное слово. Что случилось, когда Он искренне молился? Чтобы не было дождя. Его не было. Три с половиной года. И опять помолился, и небо дало дождь. Суть вот в чем. У вас больше силы, чем вы понимаете. Надеюсь, вы это поймете лучше и осознаете, какой силой обладают ваши славы. Уделим внимание действенности молитвы. Это отсылает нас к следующему месту Писания. Оно перед нынешним. Тут говорится «постоянная и пылкая молитва». Много может постоянная и пылкая молитва праведного человека. Итак, здесь нам открываются две вещи. А третий поговорим через неделю. Для того, чтобы Бог отвечал на наши молитвы, как на прошение Самуила и Ильи, которые ничем от нас не отличались, мы должны научиться молиться, как они. Библия говорит «много может искренняя и пылкая молитва праведного». Все мы хотим получать ответы на молитвы. Если вы согласны, поднимите опять руку. Мы хотим получать ответы на молитвы. Есть путь, как это сделать. Творите молитвы искренней и пылкой. Это то, что означает. Определение искренней и пылкой молитвы такое. Серьезные намерения и цель. Редко мы молимся общими фразами. Там нет темы и цели, отсутствует желание. Нет направления в молитве. То есть не обозначена нужда. Если есть нужда, не молись общими фразами. Молись по делу. Раз речь об искренней и пылкой молитве. Говорите Богу конкретно, чего вы от Него хотите получить. Назовите Ему вашу потребность. Расскажите о своем положении. Воззовите к Нему об этом. Здесь сказано об усилиях. Прилагайте усилия. От греческого слова «пылкий» произошло современное слово «энергия». В молитве следует прилагать усилия. Она должна быть энергичной. Причем такое, знаете, неподдельное рвение. Нужно сильное усердие. Молитесь, выкладываясь. Молитесь сильно и энергично. Вот что означает действенная молитва. Смотрите. Многие наши молитвы Бог не исполняет, потому что мы молимся не искренне и не пылко. Если имеет значение наш внутренний мир, то необходимо излагать свои нужды Богу эмоционально. Так в чем же проблема? Если нас не интересует наша нужда, то почему Бога она должна интересоваться? Это правда. С каким настроем ты идешь к Богу? К тебе твой ребенок приходит и начинает, «Дорогие родители, мне нужен велик, велосипед, хочу». Тело принадлежит Богу. Я занимаюсь физкультурой, забочусь о теле. Велик нужен, чтобы заботиться о теле. Красного цвета. Посмотри на картинку. Именно его. Говорю вам. Он-то и подойдет мне. Я пообщаюсь с друзьями. Они придут сюда со мной. Пойду в церковь и закричу, «Народ, велик нужен, позарез причем!» А ты шарах, деньги на пол, вот тебе на велик. Зачем? Затем, что твой сын дышит не воздухом, а велосипедом. Или вот такая ситуация. Наверное, мне нужен велосипед. В этом случае ты не мотивируешь меня купить его. Меня просто попросили его купить. Такое ощущение, что велосипед тебе особо-то и не нужен. Сын попросил меня купить кофеварку эспрессо. Приходит и уговаривает пап. «В том году, на 7 августа, ты ничего не подарил». Я ответил, «Я написал пост о тебе». «Но ты же мне ничего не подарил». «Брат, я хорошо потратился тогда». «Надо справиться о тех расходах у Кейси». «Нет, так не пойдет. Это все равно, что вступиться в брак в день рождения невесты». «И что теперь?» «Дарить ей один подарок?» «Если да, то будут проблемки». Итак, он сказал «нет». Я ответил «Хорошо». «Папа, послушай». Он потянулся за телефоном и показал фото. «Вот кофеварка эспрессо». «Пап, когда просыпаюсь, иногда сложно разлепить глаза, спать хочу». «Но если хлебную эспрессо, то проснусь окончательно и начну общаться с Богом». «Пап, пожалуйста, достань мне эту кофеварку. Этот прибор изменит мою жизнь». «Да и ты отведаешь кофейку». «Тогда и твоя жизнь изменится». Я не выдержал, говорю «Синди, покупай». Она опешила «Это ж 325 долларов». «Отмени заказ». «Ну, шучу, конечно». Я сказал «Какая разница?» «Бери». Он убедил меня. «Значит, кофеварку мы берем». «Теперь всякий раз, заезжая к нам, он привозит кофеварку». «Да, я столько вечером эспрессо выпил, что долго не спал». «Два дня назад». Выражайте эмоции, когда просите, когда молитесь. Говорю вам, об этом учил сам Иисус. Смотрите на данный Иисусом пример. В Гефсиманском саду он не говорил «Я и так через 3 дня буду на небе. Все будет хорошо». Отец, было бы замечательно, если бы ты изменил обстоятельства. Ну, если нет, тоже, в общем-то, неплохо. Достаточно хорошо. Иисус же не молился так. Он изливал сердце. Так истово, горячо и искренне молился, что испор его кожи с головы подкапал с кровью. Ведь он так ревностно молился Отцу. Что происходило с Иисусом, когда Лазарь был во гробу? Сказано, что он возвал громким голосом. «Отец, спасибо, что ты услышал меня». Видите? Здесь чувства, эмоции в его словах. Бог желает отвечать на молитвы. Мы должны просить. Но чтобы получить ответ, нужно исполнять сказанное им, веруя, что это сработает. Посмотрим на три совета Иисуса о молитве. Они научат нас получать ответы. Это пылкая и искренняя молитва. Как молиться эффективно? Первое. Молитесь постоянно. Будем постоянно в молитве. Об этом говорит 19 глава Евангелия от Луки. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». В христианстве наблюдается вот что. Мы быстро сдаемся. Молодожены разбегаются. Друзья разочаровываются друг в друге. Люди перестают верить в обещания Бога. «А все потому, что мы не молимся». Молитвой веры, молитвой энтузиаста. И Иисус сказал, «Не хочу возвращаться, ведь вы совсем не молитесь». Человек пролежал 38 лет у купальни Вефезда. Вы бы сдались? А если бы на 37-м году он подумал, «Ну, лежу тут столько лет, ангел, баламутят воду. Но как ни спущусь к ней, другие опережают. Окунаются, а я тут не при делах. Все, хватит. Больше не пойду. Не пойду на конференцию. Забуду о литургии. К священнику за молитвой не пойду. Я ждал так долго. Ничего не произошло». «Да и чего трепыхац? Смирюсь со своей напастью. Среди нас много смирившихся с невзгодами, с болячками, с обстоятельствами, с нехваткой серебра, что бы там ни было. Крах отношений. Они смирились, а они сдались. Друзья, а тот человек сказал «нет». 38 миновало, а я все равно к купальне. Поползу на руках. Приподнялся брат и пополз туда, залез. Неожиданно, нежданно, негаданно. На 38-м году своей хворобы. Что там случилось? Бог не послал ему ангела, а самого Иисуса. Он отправил Иисуса, как мне верится, впечатлевшись постоянством недужного. Он проявил недюжинное постоянство. Посему Бог для исцеления отправил Сына. Есть немного историй, где Иисус дает здоровье одному человеку, а потом уходит. Так Он почитает веру людей. Вот так Он почитает наше постоянство. Иисус сказал «Я расскажу такую историю». Хотите узнать, как молиться? Желаете научиться молитве, да? Он сказал «Я расскажу вам историю». Она научит вас молиться. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Вы с такими сталкивались в нашей стране? «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, скажите, приходила постоянно». В греческом написано «все время возвращалась, приходила снова и снова». Вот что означает слово «постоянно». Говорило «защити меня от соперника моего». Далее. Но Он долгое время не хотел. А после сказал сам себе «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне своими постоянными требованиями». Она меня утомила. Далее. До сути скоро доберемся. Слышите, что говорит судья неправедный. Даже если он выносит несправедливые решения, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Вскоре он придет и вскоре защитит. А как мы обманываемся? Пока настроение есть, помолюсь пару недель. Потом думаем «ох, как это долго». Это не долго. Знаете что? Вся жизнь человека равна 15 минутам. Ведь если один день для Бога как тысяча наших лет, а для нас его один год как одна тысяча лет, и вот мы отмолились две недели, Боже, я все. Ты ждал моего ответа секунды. Ты почти не ждал. Продолжай молиться. А если бы Иосиф перестал верить в Бога в тюрьме? Больше не буду служить Богу. Мои усилия никчемные. Что тогда? Мы бы не читали истории об Иосифе, втором после фараона в Египте, Иосифе, спасшем свою семью. Тогда бы и вся Библия была другой. Иосиф был в неволе, в тюрьме, но он не опустил руки. Бог говорит, что Бог даст защиту вскоре. И его вскоре, не такое скорое, как наше. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? У многих ли он найдет веру? Как долго еще надо верить? Как долго еще надо молиться? Пока он не вернется. Внимай. Молиться перестанешь, когда разверзнутся небеса и раздастся трубный звук. А что делать, пока это не произошло? Нам нужно молиться. Нам надо верить. Хватит отступать. Снова поверь обещаниям Бога. Не капитулируй, верь Слову Бога. Не делай этого, не опускай руки, продолжай молиться. Он говорит, вот как надо молиться. Вот это и есть искренняя и пламенная молитва. Вот вам рассказ для убедительности. Луки 11 глава. Там сказано, что он продолжил учить о молитве. Это отрывок, где апостолы просят научить их молитве. Иисус дает им «Отче наш». Ее структуру я использую каждый день в молитве Богу. «Знаете, это еще не все. Нам нужно постичь большее. Сегодня мы узнаем о молитве больше». Он продолжил учить их о молитве. Рассказывает историю. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь. Не правда ли поздновато? Ладно. И скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня. Посмотрите, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать себе. Потом стучится ночью и говорит, «Можно тебя застрелить?» Он говорит, «Можешь прийти поздно вечером, тут ничего страшного, но сейчас полночь». «Чем помочь тебе в полночь?» «Сделаю тосты и намажу джемом». Но друг припозднился. «Приятель, три буханки хлеба». «Дон, мы не ели хлеба, но представляешь, три буханки». Это много. «Синди, сходи домой, привези тосты». «Намажь маслом, джемом залей, приезжай в город». Разбуженный говорит, «Не могу помочь, не могу. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его...» Друзья, вот тут уже внимание. «Встав, даст ему, сколько тот просит. По неотступности твоей. Ты продолжаешь просить, уходи». «Нет, уходи». «Нет, я тебе говорю, уходи, не уйду». Я прошу и прошу, смотрите. Я скажу вам, просите, и что будет тогда, и дано будет вам. И дано будет вам просимое. Ищите. И что будет? Найдете тогда. Стучите. И отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий? Ищущий, что делает? Он находит. А стучащему, конечно же, отворят. Ему откроют? Друзья, о чем учит Иисус? Мы быстро выбрасываем белый флаг. Надо продолжать молиться, продолжать верить, продолжать взывать к Богу, зная, что Он действует к нашему благу. Джентльмен Аллен начал служение юношей. А еще есть Кит. Он тоже невелик. Один из церковных старожилов. До сих пор с нами. У него болезнь костей и ног. Носил специальные скобы. Показывал снимки, где состояние костей и стопы было плохим. Кит сказал, «Брат, если это продолжится, я не смогу ходить». Я ответил, «Кит, приходя в церковь, каждый раз проси меня молиться с тобой». Каждый раз. Всякий раз, когда ты приходишь в церковь. Как и следовало ожидать, приходя в церковь, Кит всегда говорил, «Пастор Марк, помолитесь со мной. Пастор Марк, помолитесь со мной. Пастор, мне нужна ваша молитва». Я уже устал. Господи, пожалуйста, ответь ты этому брату. Я продолжал молиться. И знаете что? Прошли годы, и вот однажды, ба-бах, человек паркуется, как ума лишенный. Кто это? Кит в своих крошечных туфельках выпрыгивает из авто и бежит ко мне. «Товарищ, в чем дело?» Он ответил, «Я, доктор». Они взяли снимок. Смотрите, с костями была проблема, но они снова выросли. Ничего нет. Я полностью исцелен. Постоянство. Неотступность. Кит ходит. Очень часто мы говорим, «Ай, опять!» просит молиться снова, надо молиться за Него. «Давайте веселее!» Похлопайте Господу. А вы говорите, «Не собираюсь я больше молиться. Достал уже». «Как это? Тебя уже достали?» Бог сказал, «Продолжай молиться». Вот здесь-то и проблемка. Послушай, себя обременяют окружающие. Схожий случай со слепым. Все известили его. Иисус идет. А он кто? Иисус. Толпа. Тише. А он Иисус. Молчи. Угомонись. А он в ответ. Иисус. Иисус. Ну-ка, тихо сиди. Иисус. Господь остановил идущих. Приведите его ко мне. Что для тебя сделать? Мы считаем, многие беспокоят нас проблемами. Не об этом беспокойтесь, а о воле Бога. Мне все равно, кто смотрит на меня. Главное, на меня смотрит Бог. Друзья, скажите аминь. Речь идет о постоянстве в молитве. К этому каждого из нас призывает Бог. Хочешь действенную молитву? Перестань тратить время попусту. Хочешь получать ответ на молитву? Начни исполнять веления Иисуса. Еще история о мистере Рои. Покажите снимок. Грудная клетка мистера Роя. Он ответственен сыном и старейшинами за лагерь. Это чудо. Вот здесь, друзья, как гласит доктор Стермер, опухоль. А вот тут ее нет. Хорошо? Это было пять лет тому назад. Обнаружив опухоль, Рой пошел к Богу молиться. И Господь дал совет Рою. Он последовал наставлению и продолжал молиться. Бог сказал ему, не переживай, и указал, какую держать диету, и все такое. Пришла мудрость от Бога. Ведь Он создал само тело сверхъестественным образом, поэтому Он и знает, как его исцелить. Посмотрите в Писании. В каждом случае Бог исцелял по-разному. Нет единого стандарта исцеления. Есть иной стандарт. Иди и советуйся с Богом. И молись Богу. И делай то, о чем Он тебя просит. И так Рой внял советом Иисуса. Мы постоянно молились вместе несколько лет. Молились и молились. Ничего не происходило. Ничего. Вдруг где-то два года назад Рой говорит, «Брат, смотри, опухоль на сантиметр уменьшилась. Аж на целый сантиметр усохла». Я ответил, «Хорошо, слава Богу». Потом опять, «Брат, она еще меньше стала». Так он говорил, пока опухоль не исчезла. Рой постоянно молился и непрестанно верил Богу. Замечательно. Поаплодируйте Богу за молитву. Послушайте меня. Послушайте, мы должны неотступно молиться. Мы должны непрерывно молиться и верить. Все время молиться и верить. Вот что такое искренняя и пылкая молитва. Молитесь с чувством. Если вам все равно до предмета молитвы, Богу тоже. Озаботьтесь своей просьбой так, чтобы молиться неравнодушно. Море людей приходит ко мне и говорит, «Помолитесь за меня». Коснись меня, Бог. Я жду. А этого я не буду делать, а вот это я буду. Никаких чувств, никакого отчаяния. Я вам кое-что скажу. В большинстве случаев они уходят, не получив ответа на молитву. Из-за своего равнодушия. Бывает, конечно, что у людей нет никакой надежды. Хватаешь его и трясешь. Верь, давай. Пробуждаешь таких. Потому что Бог может прикоснуться к ним. Бог может коснуться каждого. Будьте настойчивыми. Есть еще мысль о пламенной искренней молитве, которой научил нас Иисус. Нужно поститься и молиться. Снова поститься и молиться. В Библии Иисус ни разу не сказал, «Если поститесь». Он говорил, «Когда поститесь». В своем учении он не говорил, «Если поститесь» или «Если молитесь». Нет. Он всегда говорил, «Когда вы делаете это?» Вот вам отрывок из Евангелия от Марка. Как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине. Эту историю я рассказал в прошлый раз. Отец одержимого мальчика приводит его к апостолам. Они не смогли исцелить его. Отец обращается к Иисусу. «Пожалуйста, исцели его. Верю. Помоги моему неверию». Потом Господь говорит ученикам про веру семя горчицы и передвижение гор, про дивные дела. Позднее ученики приходят к Иисусу. «Мы верим, но почему у нас не получилось? Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Бог дал им понять. Относитесь серьезнее к посту и молитве. Если это кофеварка и эспрессо, за нее поститься не надо. Слышите? Но если вы нуждаетесь в излечении, женитьбе, налаживании отношений, вот тогда поститесь. Что-то с ребенком. Тогда поститесь. Любая серьезная нужда достойна поста. Стоит поститься, когда ты голоден. По Богу. «Боже, так желаю знать тебя, что есть не буду. Посвящу время молитве». «Меня не беспокоит пища телесная, но заботит твой промысел. Посему я взываю к тебе. Знай, алчу тебя, и потому взываю». Говорю вам, начните поститься и молиться, и вы увидите, Бог даст вам неслыханные ответы. Дело-то вот оно в чем. Многие говорят, «К Богу я серьезно отношусь. Есть много чего, что предстоит ему решить». Друзья, вам мой вопрос. Вы постились об этом, а? Просили, чтобы он решил ваше дело. Ведь когда мы постимся, это и есть серьезное отношение. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.